МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гордятся тем, что они, казахстанцы, не уезжают в Германию, приносят пользу обществу своим трудом, либо семью и родину. Казахстан. Патриоты, как и миллионы жителей страны, для которых дружба народов на первом месте. В этом, наверное, и проявляется то, что мы все любим друг друга. И без разницы, кто там по национальности. Самое главное, что у тебя здесь. Вообще национальный вопрос настолько тонкий, настолько чувствительный. Вещь, с которой надо обходиться очень-очень бережно. Если не будет дружбы народов, то просто мира не будет, начнется война. Олег Дорфман родом из Жасказгана. Он наполовину немец, и его это не смущает. Предприниматель не любит, когда людей делят по национальности. Честно говорит, что у него нет чувства принадлежности к определенной нации. Отец немец, мать русская, жена наполовину казашка. Олег уверен, главное – любить свое дело, беречь семью, растить детей. Это его вклад в развитие Казахстана. Олег начинал с работы бармена, сегодня преуспевающий бизнесмен. Без разницы какой-то национальности. Главное, чтобы ты любил свое дело, и тогда будет все, наверное, правильно. Я как бизнесмен создаю рабочие места, плачу налоги. Ну, а в сфере общепита, естественно, стараюсь радовать людей вкусной кухней. А дружба народов – это моя семья, дружба народов. Потому что у меня жена наполовину казашка, наполовину русская. Мои дети полукровки. Вот это дружба народов. Отделение «Джер»! Так, кто? Это служба наша. То есть у меня есть свое отделение, я являюсь командиром отделения. Хоть я и по национальности немец, мать у меня казашка. И поэтому я очень горд, что живу именно в Казахстане. Сержант Евгений Финг пятый год служит по контракту. Боец десантно-штурмовой бригады, знаменосец роты почетного караула, участник многих парадов и шествий. Это знамя он нес и на параде к Дню Победы в Москве. В свои 23 года Евгений точно знает, что вся его жизнь будет связана с армией. Хотя несколько лет назад боец мечтал стать стоматологом. Но теперь защита Родины, долг, честь и справедливость – то, чем он живет. И слово «дружба» Евгений теперь понимает как настоящий военный. Потому что так командиры научили. Как говорит мой командир бригады, допустим, идет бой, и справа от меня украинец, слева от меня казах, я сам немец. Если меня это ранит, кто пойдет первым меня защищать? Вот он вопрос. Ни русский, ни украинец. Меня начнет спасать тот, кто будет рядом со мной. И вот это называется именно дружбой. Здравствуйте, как были жизни? Нормально? Дай мне историю. Истории болезней он смотрит уже 49 лет. При этом национальность больного никогда не берет во внимание. Для Владимира Баумейстера каждый пациент – это человек, которому нужна его помощь. И он помогает. Хирургу 74 года, и он до сих пор каждый день оперирует. Его многолетний опыт – это более 13 тысяч сложных и при этом успешных операций. Я все-таки убежден, родина не там, где твоя национальность находится, а родина там, где ты провел всю свою жизнь. И все свои силы, все, что мог, отдал этой стране. И эта страна отдала тебе то, что она могла. В Казахстане он оказался, когда ему было всего полгода. Это был 41-й год, начало войны. Семью сослали в восточно-казахстанскую область, в село Сикисовка. Мечтал быть летчиком. Но после войны в Ульяновское училище немцев не брали. Врачом решил стать, потому что сестра сильно болела. И он видел, как ее спас хирург. Спустя годы сестра, родители и все близкие уехали в Германию. И только он остался. С величайшим уважением относился к Казахстану. И я же говорю, ну вся моя жизнь здесь. Что я туда поеду в Германию делать? Я там 17 или 18 раз уже был, когда мама живая была. И вот я недавно был там, у братья. Я себя там всегда начинаю чувствовать «хочу домой». Понимаете, появляется чувство «хочу домой». И моя мама умирала там. И последнее, что она меня просила, я был там перед смертью. Она сказала, похорони меня там, дома. Жизнь Канаж Байбуриной в один миг оказалась в руках доктора Баумейстера. Она не обследовалась почти 15 лет и запустила болезнь. Поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Меньше чем через сутки после операции пациентка встала на ноги. Можно сказать, он мне подарил вторую жизнь. И пусть его золотые талантливые руки никогда не отходят. И пусть все наши казахстанские молодые хирурги на него равняются. И весь наш вот этот медицинский коллектив. Им большое, большой рахмет. Мы же живем в многонациональной стране. Здесь много наций. Здесь все праздники мы отмечаем вместе. Вот по этому случаю я пишу стихи. Значит, вот, например, умом понять не так легко. В одной стране живет так много наций. Их количество давно превысило за сто. И дружат все без всяких конфронтаций. Я слопала, она мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы есть блины опять. В немецком этнокультурном центре празднуют Масленицу. Праздник проходит весело и тоже с блинами. У немцев проводы зимы. Это карнавалы и шествия. Поэтому дети идут, поют песни, частушки, веселятся и, конечно, играют. После сжигают соломенное чучело. Сотрудники центра прививают детям культуру каждого праздника в многонациональном государстве. Обучение проходит в игровой форме. Экзамен на знание Масленицы ребята сдали на отлично. Казахстан у нас не трансляциональный. Поэтому у нас здесь много народов. И мы празднуем как и казахские народные праздники на Урыс, русские народные, масленицы, немецкие народные. То есть перед Рождеством буквально в каждой неделе есть праздники эти. К нам очень любят ходить тоже много разных народностей. Потому что прививать детям любовь с малых лет – это очень здорово. Тем более, любовь к другой культуре не только помимо своей. Это самый известный в немецкой диаспоре интернациональный хор «Штеппенблюмен». В нем поют в основном пенсионеры. Разучивают не только немецкие, но и казахские, русские песни. Бабушки и дедушки приходят сюда, чтобы провести время с пользой и поднять настроение. У каждого своя история. Но их объединяет патриотизм и вера в светлое будущее и единство народа Казахстана. Объединяет то, что у нас стремления одни и те же. Мы стараемся, чтобы наша страна, как говорится, цвела, процветала, становилась лучше. Мне многие спрашивают, на что не поехала в Германию, в твою историческую родину? Меня вот это же бесит, когда говорят историческую родину. Как она моя родина? Родилась в Саратове, но выросла здесь, выучила здесь. Детей родила здесь. И внуки здесь родились, и правнуки тоже здесь. Поэтому я считаю Казахстаном родина. Валерий Шварц родился в Башкирии. Когда ему было два года, семья приехала в Казахстан на освоение целины и осталась. Сегодня у него своя семья. Отец и сын – врачи. Всегда есть о чем поговорить и даже поспорить. Сын Дмитрий – травматолог. Отец Валерий Валентинович – эпидемиолог. Как в прошлом, сегодня советник первого вице-министра здравоохранения и социального развития. В министерстве курируют административные вопросы, развитие государственного языка и участвуют в заседаниях Ассамблеи народа Казахстана. Нам всегда президент говорил, я один тоже не смогу ничего сделать. Вы должны все сплотиться, все народы и помогать. И вы посмотрите, кто на сегодняшний день из национальности ущемлен. Никого нет таких. Я вообще даже не знаю. Я говорю, было бы желание работать у тебя. Пожалуйста, на сегодняшний день все дают возможность работать. Немцы – люди дела, которые очень редко раскрывают душу и говорят о своих чувствах. Но они всегда готовы открыть сердце и быть откровенными, когда дело касается национальных интересов казахстанцев, единства, стабильности и мира.